Министр обороны Украины За прошедшие сутки вооруженные силы Украины пять раз нарушили хлебное перемирие. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня. По данным ведомства, в зоне обстрела украинских силовиков оказались Горловка, Васильевка, Спартак, Сосновская, а также посёлок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Всего по территории республики было выпущено около ста боеприпасов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала News One рассказал о бедственной ситуации, сложившейся в украинской армии. По его словам, материально-техническое обеспечение войск настолько плачевное, что офицеры и солдаты вынуждены покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счёт. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы. Офицер, который отвечает за жизнь, за обеспечение своей части или подразделения, обязан заботиться о солдатах и когда государство не даёт, то они вынуждены тратить свои деньги. Кроме того, Гриценко заявил, что украинской армии отсутствует квалифицированный командующий состав, из-за чего многие военнослужащие подают рапорты об увольнении. По моим данным, целое подразделение ООС, которое прошло аттестацию партнёров НАТО, написали рапорты об увольнении не из-за денежного обеспечения, а из-за того, что некому нормально поставить задание. Бывший министр обороны рассказал также и о коррупции, процветающей в рядах армии незалежной. Офицеры написали, что в Калиновке проводится отбор на миротворческую миссию в Конго. Те, кто получил двойки или тройки по физподготовке и стрельбе, но заплатили взятку, они поедут, а нормальной офицеры нет. В Красноярском крае, в районе Ванкорского месторождения, потерпел крушение вертолёт Ми-8, в результате чего погибли 18 человек. Следственный комитет России сообщил, что на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». По словам представителя экстренных служб региона, разбившийся вертолёт столкнулся с грузом, закреплённым на внешней подвеске другого Ми-8. Это стало причиной катастрофы. Вертолёт упал в безлюдном месте, найдены оба чёрных ящика, прибор регистрации параметров полёта и бортовой речевой самописец. Их состояние уточняется. Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли обвинила Россию в нарушении резолюции в отношении КНДР из-за приёма на работу её граждан. Достоверные сообщения о том, что Россия нарушает резолюцию Совета безопасности ООН о работающих за рубежом корейцах, серьёзно беспокоят. Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства внутренних дел России сообщила, что более 10 тысяч северокорейских рабочих зарегистрировались в Российской Федерации после принятия резолюции Совбеза ООН. Хейли отметила, что подобные сообщения особенно беспокоят в связи с тем, что месяц назад Россия отказалась признать нарушение Северной Кореи в перегонке нефти и заблокировала запрос Соединённых Штатов о применении санкций и прекращении этого процесса. Пока мы не увидим окончательную, полностью подтверждённую денуклеаризацию Северной Кореи, о смягчении санкций не может быть и речи. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не нарушала резолюции Совета безопасности ООН, так как Министерство внутренних дел России ведёт работу по выдаче разрешений на работу в стране гражданам КНДР по тем договорённостям, которые были заключены до принятия резолюции. Кроме того, посол России в Пхеньяне Александр Мацегара сообщил, что число северокорейских рабочих в РФ сократилось в два раза. И все они покинут страну до конца ноября 2019 года, как того требует резолюция Совбеза. Стражи порядка напоминают. Граждане, добровольно сдавшие незаконно храняющееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, от уголовной ответственности освобождаются. Нарушители действующего законодательства в данной сфере понесут наказание согласно статье 256 Уголовного кодекса ДНР, предусматривающей до 4 лет лишения свободы, со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Получить информацию о порядке регистрации оружия, а также встать на учёт, возможно, в территориальном органе внутренних дел по месту жительства, либо в отделе разрешительной системы и лицензирования МВД, расположенном по адресу город Донецк, улица Ходоковского, 10А. Об обнаружении опасных предметов следует немедленно сообщить в органы внутренних дел по телефону 102, либо в МЧС по телефону 101. Запрещается самостоятельно перемещать, разбирать и прикасаться к опасным находкам. Места обнаружения следует обозначить и по возможности ограничить к нему доступ граждан до приезда компетентных служб.